Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. В 2014-м ведущие корреспонденты телеканала РЕН-ТВ Архангельск встречались с известными деятелями политики, культуры и искусства. Говорили о многом, обсуждали актуальные и злободневные проблемы как в стране, так и в регионе. Подробнее в кратком обзоре Юлии Пономаревой. В его глазах читается какая-то легкая грусть, хоть и дела у бывшего губернатора Архангельской области сейчас идут хорошо. Более двух лет назад Илья Михальчук был отправлен в отставку. Теперь он возглавляет одну из строительных фирм в далекой Сибири. Наш специальный корреспондент Антон Воробьев отправился в Омск, чтобы взять интервью у экс-губернатора Поморья. В планах бывшего первого лица области застроить Омск дешевым жильем. Четыре года, проведенные на посту губернатора в Архангельске, он вспоминает как самые лучшие. Я очень рад, что в моей жизни есть такая замечательная страница, как работал на Поморской земле. Я хочу поблагодарить вас за те годы совместной работы, жизни. Что сумел, то сумел. Что не сумел, не обессудьте. Его любили и не очень. Осуждали за коррупционные скандалы и в то же время хвалили за ремонт дорог. По словам Михальчука, в осуществлении намеченного ему помешал кадры в состав правительства. Хотя, как руководитель, ответственности он с себя не снимает. Теперь бывший губернатор жалеет, что не довел до конца все запланированные стройки Поморья. Я просто чувствовал, что то, что я планировал, я не успел сделать. Хотелось многое кое-что построить, достроить эти ветеранские дома и довести областную больницу до ума. А осенью уже здесь, в Архангельске, нашу студию посетил другой известный, не менее скандальный политик, бывший мэр Александр Донской. Говорили о многом об отношениях губернатора и мэра, о будущем города, о политической грамотности населения и, конечно, о наболевшем. Мэр или сити-менеджер? Вопрос решен уже наверху. Сити-менеджер будет. Теперь вопрос состоит в том, что кто будет сити-менеджером и кто будет представлять город, как английская королева. Кто будет мэром? Вот это вопрос самый важный. С высоты собственного горького опыта экс-мэр на сегодня имеет четкое представление, кто в ближайшее время должен занять должность мэра и сити-менеджера. Не надо искать людей среди предпринимателей. Не нужно искать сити-менеджера среди предпринимателей. Это плохая затея. Давайте посмотрим на тех, кто есть у нас среди депутатов горсовета, потому что они уже себя зарекомендовали. И их знают другие депутаты. И нужно просто понять, кто наиболее лучше подходит на эту должность. И кто же? На мой взгляд, в нынешней ситуации мэром должна быть Сырова, а сити-менеджером должен быть Акишев. Но не только политики давали интервью нашей программе. В рамках рубрики «Вечер со звездой» телеведущая Анжелика Котова в течение года встречалась с известными деятелями культуры и искусства. Один из них – яркий, незаурядный Константин Аркадьевич Райкин, народный артист России, руководитель театра «Сатирикон». Говорили об искусстве управления театром, о том, как важно слушать зрителя во время выступления, о роли театра, задели и нашумевший закон о запрете мата. Борьба с зеркалами. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Искусство, его главная функция – это отражать жизнь. Нам запрещают отражать жизнь такой, какая она есть. Как вы будете снимать документальное кино, делать документальный театр, сейчас очень распространенный в мире, когда нужно показать зрителю его самого, жизнь его, просто это некое зеркало. О будущем эстрадного искусства в этом году нам удалось порассуждать с Юрием Антоновым. В ноябре известный музыкант выступал в Архангельске. После концерта он дал интервью нашей телекомпании. В беседе Юрий Антонов поделился своими впечатлениями о современной публике. Сегодня, я могу одно сказать, побывав везде в стране, публика совершенно открытая. Потрясающе выражает свои эмоции, истинно положительная, благожелательная. Она в корне отличается от публики Советского Союза. В корне отличается. Ну чем, как вам сказать, ну это знаете, что в людях? В людях есть чувство свободы. И напоследок, о роли личности в истории, о прошлом и будущем телевидении, о культуре и меценатстве в уходящем году мы побеседовали с руководителем группы компании АТК Яковом Папаренко. Кстати, он сам признался нам, что не давал интервью последние 25 лет. В ходе разговора Яков Владимирович даже открыл нам небольшой секрет. Мы организовываем выставки, ну и так далее, для архангельских художников. Ну, я думаю, что горожане знают о том, что и спортивные мероприятия, в том числе компания спонсирует, и памятники известным людям. Степану Писахову, Шергину, вот открою маленькую тайну, скоро появится памятник Казиме Пруткову. Безусловно, в уходящем году телекомпании РЕН-ТВ «Архангельск» удалось взять сотни интервью. Интересных, важных, значимых, неожиданных и шокирующих. Впереди 2015-й и новые лица, и новые события. Юлия Пономарева, Новости 24, Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова